Партнер программы события Лицкий хлебозавод Мы используем натуральные ингредиенты и традиционные рецепты. Лицкий хлеб выпечен с любовью. Купитомцу и спите спокойно. В Лицком районе участились случаи с заражением бешенством. Купальный сезон пришел. Наличие не купаться разрешено не во всех водоемах. За рулем девушка. В Лиде прошел зональный этап областного конкурса «Автоледи». Велосезон открыт. Участниками Лида Роверфеста стали несколько десятков любителей двухколесного транспорта. Подведены итоги ежегодного областного конкурса на сыскание премии Гродненского областного исполнительного комитета за достижения в области качества в 2017 году. В числе шести лауреатов Лидское предприятие «Белпласт Интернешнл». Оно стало победителем в подгруппе производства непродовольственной продукции с численностью работающих до 500 человек. Также «Белпласт Интернешнл» подтвердил звание лауреата премии правительства за достижения в области качества за 2017 год. Случаи заражения бешенством участились в Лидском районе. Если за весь прошлый год в регионе таких было зарегистрировано два, то за четыре месяца этого уже семь. Бешеными оказались лисы. Они нападали на домашних животных, однако заражение не произошло, так как последние были привиты против бешенства. Хозяева домашних животных должны помнить, главная мера профилактики этого заболевания – вакцинация. Хотелось бы обратиться к жителям Лидского района и всей Гродинской области, чтобы жители всех, особенно деревень, провакцинировали своих домашних питомцев от бешенства. Привиться можно как в городе-станции у нас, ну, в районе-станции, так и в частных клиниках. Женщина, семья, алкоголизм. Форум под таким названием организовали под эгидой Лидского районного совета депутатов в областной психоневрологической больнице Островля и пригласили на мероприятие женщин, которые имеют проблемы со спиртным. На разговор с ними пришли медики, социальные работники, представители органов внутренних дел и МЧС – священнослужители. Все они говорили об алкоголизме со своей профессиональной точки зрения. Среди тем поднятых ими были выявления детей, находящихся в социально опасном положении, взаимодействия с законом семей, имеющим такой же статус, правонарушение, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, влияние спиртного на здоровье женщины и последующее поколение. В итоге гостям удалось показать проблему пьянства с разных сторон. Как отметил главный врач психоневрологической больницы Островля, данный форум его коллеги организовали, опираясь на опыт западных медиков. Мы как больница людей лечим, но дальше мы их отпускаем просто на улицу. А на улице остается та же самая социальная среда, то же самое элементарное незнание, как поступить, что человеку сделать. И вот идея этого форума, она была в том, чтобы попробовать научить людей, ну как вырваться из этого социального круга, как переступить через это. Я понимаю, что может быть процент людей, которые вот в результате нашего форума прекратят изглупотреблять алкоголь, возможно вернуться в семью, вернуть детей своих. Да, может быть небольшой, но очень бы хотелось, чтобы он был. Лечане открывают купальный сезон, но прежде в регионе была проведена, как и по всей стране, акция «Чистый водоем». Ее участники привели в порядок прибрежные полосы, очистили водоемы, а еще провели мероприятие, направленное на экологическое воспитание населения. Ведь, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Участие в акции «Чистый водоем» наличие не приняли коллектив Лицкой районной организации, Белорусское общество охотников и рыболовов, представители Межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, а также те, кому не безразлично, что творится у водоемов и в них. Они очистили от мусора прибрежные полосы, навели порядок у озер, карьеров и разливов бывших трофабрикетных разработок вблизи деревень Стерково и Наркуны. В общей сложности за время акции «Чистый водоем», а проходил она с 27 апреля по 4 мая, было убрано и вывезено на полигон твердых коммунальных отходов порядка 50 кубометров мусора. В летний период запланированы массовые мероприятия по уборке реки Неман. В связи с тем, что многие рыболовы организовывают турслеты и по возможности они постоянно убирают мусор как за собой, так и за другими, прибирая реку Неман. Хочу попросить граждан во время отдыха на водоемах не оставлять после себя мусор, а по возможности и убрать за другими. В этом году в Лицком районе определены три официальные зоны отдыха у воды. Провести время можно на пляжах у Лицкого озера и у озера в Березовке и на пляжах вблизи деревни Малая и Ковчезна. Специалистами Зонального центра гигиены и эпидемиологии проверена их готовность к новому сезону. Они оценили состояние теневых навесов, кабинок для переодевания душевых и детских игровых сооружений и исследовали пробы воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. В ходе подготовки зоны отдыха к новому купальному сезону нами были выданы рекомендации об устранении нарушений Лицкому ГУП ЖКХ. В части наведения порядка на территориях пляжей, обновления покраски, оборудования на территории пляжей, это теневые навесы, беседки, скамейки, урны для сбора мусора, ремонт общественных туалетов. Все наши мероприятия в Лицкому ГУП ЖКХ выполнены в полном объеме. На сегодняшний день все зоны отдыха готовы, паспорта готовности подписаны. Весь купальный сезон специалисты Зонального центра гигиены и эпидемиологии будут следить за качеством воды, безопасностью отдыхающих и благоустройством пляжей. Кстати, именно по состоянию территории возле рек и озер можно судить, подходят ли они для купания. В ходе подготовки к купальному сезону 2018 года со всех озер отобраны пробы воды. На сегодняшний день по результатам лабораторных исследований, проведенных в нашей лаборатории, пробы воды из озера города Березовка соответствуют по исследованным показателям. Пробы воды из озер города Лида и деревни Малейковщина находятся в работе. В ходе подготовки также нашим центром гигиены и эпидемиологии проведено энтомологическое обследование зон отдыха на содержание клещей. Проведена коррецидная обработка территории пляжей. Также хотелось бы напомнить, что клещи сосредотачиваются не только на деревьях, но и в траве. Хотим обратить внимание, чтобы проводили в свое время непокос травы, предприятия, за которыми закреплены территории, с Лидским районным исполнительным комитетом в соответствии с поручением президента Республики Беларусь. Накануне открытия купального сезона работники освода провели водолазное обследование дна трех водоемов, в которых официально разрешено купание, и каждый очистили от мусора. Проведено обследование четырех официально разрешенных пляжей в Лидском районе. Это право-левый берег Лидского озера, это акватория пляжа на водоеме деревни Малейковщина и водоем в городе Березовка по улице Корзюка. То есть водолаз работает, вот где буйки, это все осмотрено. На личном планете бывают стекла, бывает бетонная арматура, что-то арматура торчащая из воды, бывает что-то с льда зимой падает, какие-то бутылки, всякий мусор. Вот это все обследуем, извлекаем, выбрасываем. Остальные договоры с жилищным и коммунальным хозяйством на проведение этих работ. Также помогаем им приводить в порядок инфраструктуру пляжей, это установка детских купалин, это установка ограничительных буйков. Могу также сказать, что в этом году на территории правого берега, на территории пляжа правого берега Лидского озера установлена спортивная площадка, которая поможет организовать досуг лечан еще более интересно. На этот купальный сезон, который стартовал 1 мая и продлится до 30 сентября, штат Лидской спасательной станции дополнительно укомплектован двумя сезонными работниками – матросами-спасателями. Они несут дежурство на Лидском озере и на озере в деревне Малейковщина с 9 утра до 9 часов вечера. Обеспечено дежурство на официальных пляжах и в ночное время. Несмотря на все меры безопасности, говорят спасатели, избежать несчастных случаев на воде не удается. Вот и в этом году в Беларуси утонули уже 75 человек. Один несчастный случай произошел в минувшее воскресенье на водоеме в деревне Шейбаки Лидского района. Там утонул 28-летний мужчина. Около 80% всех несчастных случаев при купании происходит в результате алкогольного опьянения. Поэтому исключить перед купанием потребление спиртных напитков. И другой немаловажный такой момент – это постоянный контроль за местонахождением своих детей. Уже в этом году такие случаи были. Дети в возрасте 10-12 лет без сопровождения взрослых самостоятельно пребывают на водоем с целью купаться. Поэтому призываем родителей постоянно контролировать, постоянно своих детей учить тому, что вода – это опасное место. Купаться сейчас медики не рекомендуют. Вода еще недостаточно прогрелась. В минувшие выходные ее температура на Лидском озере составляла 20 градусов. Сегодня была на несколько градусов ниже. Комфортно же для купания считается вода с температурой выше 20 градусов. В Лиде готовы принять посетителей площадки для воркаута, иначе говоря, для занятий спортом на воздухе. Одна обустроена под открытым небом на территории спортивного комплекса по улице Тухачевского, другая – на городском пляже у Лидского озера. Обе доступны для людей с ограниченными возможностями. Площадки для воркаута появились в Лиде согласно проекту БелМед, реализуемого за счет средств ПРООН и при поддержке Лидского райисполкома. Площадка для всех личан, которые хотят летом на пляжике покачаться, набрать форму, позагорать, отлично поплавать и здорово провести время. На площадке могут заниматься как люди с инвалидностью, так и обычные люди, совершенно вместе, не испытывая никаких сложностей по поводу безбарьерности среды. Также хочу отметить, что на пляже есть душ, который тоже могут принимать как люди на инвалидных колясках, так и обычные люди. И доступный биотуалет, в который может въехать парень на коляске. Это очень круто. Женщина водить не умеет. Некоторые в этом уверены, однако данное мнение – стереотип. И в этом убедились все, кто присутствовал на молодежном республиканском конкурсе «Автоледи». Один из его этапов проходил в Лиде. Кто в арты звания «Автоледи» спречивали на аутодроме в Лиде девчонки из Дятловского, Карелецкого, Бороновского, Новогрудского и Лидского районов. Переможец сезонального этапа вызначался по вынеках шести выпробований. Практичным удельницам нужно было выкнать несколько элементов вводжения. А цель был их сотрудник ДАИ. Он же проверял и теоретические виды конкурсантов по правилам дорожного руха. После были творческие задания. Девчонки-водители презентовали себе, свои автомобили и обороняли новые дорожные знаки. Самым складанным для всех стало выпробование по самостоянной замене кола. От представителей слабой половы оно потребовало физичных намаганий. Видно, что очень высокий уровень подготовки. У кого-то более высокий уровень практически, у кого-то, наоборот, теоретический. Кто-то и там, и там довольно на высоком уровне. Действительно, есть на что посмотреть и чему удивиться. Лидчанка Уладлена Аучарова, секретарь первичной организации БРСМ Лидских электричных сеток, доводжение автомобиля ставится сурьезно и наводмая пропанулу для супрацовника УДАИ. Я наличит, что каждый водитель раз на 5 годов повинен проходить пероквалификацию, как не забывать правила дорожного руху. Сама жила для наводить машину 5 годов. Водитель я надисциплинованный, на дороге не лихачить. По удельнейшему конкурсе «Аутоледи» вырешила, как проверить свои теоретичные и практичные навыки и доказать иншим, что женщины на дороге поводят себе профессионально. Перед конкурсом времени было немного, потому что, помимо работы, я еще занимаюсь много где в кружках, увлекаюсь много разным чем, поэтому времени особо не хватало. Единственное, что пришлось пожертвовать 9 мая. И 9 мая я провела здесь, на автодроме. Мне разрешили здесь побыть час. Вот, в общем, я это время использовала максимум. Литчанка Уладлена Аучарова на зональном этапе областного конкурса доказала, что она «Аутоледи». Доказали гэтой представительницей Карелецкого района Виктория Нарбутович и удельницей Новогрудского района Алена Миклаш. Яны протягнут боротьбу на областном конкурсе. Он пройдет 18 мая у Лидзе. Сюда приедут, как позмогаться за перемогу и путевку на Республиканский, мощнейшие удельницы зональных этапов, которые прошли у Лидзе, Хродня, Ашмянах и Слонями. Велосезон в Лидзе открыт. Старт ему дал Лида Роверфест. Он собирает любителей двухколесного транспорта уже восьмой год. Но если раньше они с ветерком проезжали по городским улицам, то на этот раз опробовали трассу в лесном массиве Боровка. Шесть километров лесной велосипедной трассы со спусками, подъемами, поворотами, гравийными и песчаными участками. Такой маршрут был предложен участникам Лида Роверфеста, а их собралось несколько десятков. Прокатиться на велосипеде в приятной компании единомышленников решили и опытные велосипедисты, и новички. Были среди участников велопробега и дети. Велопробег, посвященный Дню Победы и здоровому образу жизни. В этом велопробеге принимают участие все желающие жители города, члены велосообщества Велолида. Мы надеемся, что этот велопробег станет традиционным, так как мы открываем велосезон 2018 года. Для одних участников трасса в лесном массиве Боровка была знакома, так как они не раз совершали здесь велосипедные прогулки. Другие впервые проехались по ней, однако разочарован не был никто. Так как нынешний велопробег прошел на лоне природы, в пути участников сопровождало пение птиц, деревья вдогонку шевестели быстрее и быстрее, а сил передавал лесной воздух. В этом году у нас не получилось пока провести велооткрытие в городе. Соответственно, мы решили с полком, пошли навстречу провести его здесь с целью популяризации в том числе и этих эко-маршрутов, потому что многие горожане, схема есть на стенде, схема есть в интернете, но все равно, когда натурные люди проедут, они будут уже сами представлять, возможно, с кем-то из друзей прокатиться, и это как-то будет понемножку-понемножку среди людей набирать популярность. Реализованные эти дорожки были в 2016 году. Принимало участие Велолида в реализации. Мы писали треки, делали различные предложения, и отдел спорта и туризма, и вообще в целом из полком изучал и принимал решения. То есть здесь есть помимо велосипедного маршрута, есть еще эко-маршруты для пешеходов, для людей, которые просто гуляют, для людей, которые делают пробежки, ну и для людей, которые катаются на велосипеде. Свежий воздух, пение птиц, лес и скорость. Участники Лида Роверфеста уверяют, такое сочетание не могло оставить равнодушным никого. На старт велосипедисты выходили целыми семьями. Рядом со взрослыми ехали дети. Те же, кто пока еще не может дотянуться до педалей, выступали в роли пассажиров. Лично я принимаю участие в велопробеге, потому что это ведет здоровый образ жизни, это раз. Потом это показывает остальным, что это очень полезно, очень для здоровья, для, ну и для общего развития. Люблю прокатиться. Я эту дорогу знаю, трассу эту знаю. Хотелось бы желать лучшего, конечно. Особенно вот здесь, вот этот участок. Как-то и велосипед, и машины, пыль. А в лесу, в принципе, нормально. Но если хочешь найти место, найдешь. Принять участие, пусть и не на двухколесном транспорте, а на своих четырех, решил пес по кличке Рыжик. Кстати, однажды он уже попал в камеру лицкого телевидения. Это был сюжет о символе 2018 года. Рыжик оказался на улице, но волонтеры забрали его к себе. Пока идет поиск ему нового хозяина, они прививают собаке любовь к здоровому образу жизни. Наш Рыжик, это он заслуженный велосипедист города Лиды. Участвует практически во всех соревнованиях кросс-кантри. Единственное, что в этом году еще не побывал на Зорьке. Велосезон 2018 в Лиде открыт, так что велосипедистов в городе станет больше. Однако им не стоит забывать, что здоровый образ жизни на двухколесном будет здоровым, если соблюдать правила дорожного движения. В конце выпуска небольшая спортивная информация. На старт вышли педагоги. В областной спартакиаде работников системы образования принимали участие сборные команды со всех районов Гродничины. Одни соревновались в Гродно, другие в Лиде. В программу спартакиады были включены 10 видов спорта. Ее участники играли в женский и мужской волейбол, мини-футбол и бильярд. Стреляли, плавали, демонстрировали свои умения в легкоатлетическом кроссе, гиревом спорте и дартсе. Это проверка готовности команд. А самое главное, это, наверное, толчок для того, чтобы спорт не был разовым мероприятием. А для того, чтобы и в учреждениях образования, и в районах создавались клубы, создавались объединения, в которых бы и взрослые люди занимались различными видами спорта. Укрепляя свое здоровье и, самое главное, проверяя свои возможности. И это возможность еще каждому проявить себя. Потому что мы не только учителя, мы не только воспитатели дошкольного учреждения. У каждого есть какие-то склонности, какие-то стремления и свои желания. И вот возможность проявить себя в различных видах спорта предоставляет такая вот спартакиада. В Лиде соревновались команды педагогов из девяти районов Гродненщины. Лучшую подготовку показали сборные Шмянского, Сморгонского и Лидского районов. Сильнейшие их представители будут включены в состав команды Гродненской области, которая будет участвовать в республиканской спартакиаде работников системы образования. Она пройдет в мае. Лидские педагоги лучшие результаты показали в мужском и женском волейболе. Мини-футболе и плаванье. На сегодня все. В четверг в 19 часов смотрите на нашем канале программу «Мой вопрос». Ее гость – первый секретарь Лидской районной организации БРСМ Ольга Каспорская. Она расскажет о своей организации, трудоустройстве, молодежи летом и волонтерском движении. Не пропустите. До свидания. Партнер программы «События» – Лидский хлебозавод. Испокон веков хлеб считался проявлением мудрости народной, красоты и здоровья. Сегодня Лидский хлебозавод радует вас свежим и румяным хлебом, ароматной выпечкой, необычайно вкусными тортами. Мы заботимся о качестве своей продукции, поэтому используем натуральные ингредиенты и традиционные рецепты. Лидский хлеб. Выпечен с любовью. Лидский хлеб. Выпечен с любовью.